Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, и пока еще не стемнело, хочу успеть записать для вас видео, где покажу небольшой комплекс упражнений, который поможет вам развить навык игры интервалами на гитаре. Что значит играть интервалами на гитаре? Если просто говорить, то это когда в один и тот же момент времени вы одновременно извлекаете два звука, и второй звук, он как раз-таки передает объемность звучанию, и иногда может создаться впечатление, будто бы звучат одновременно два инструмента. Для того, чтобы не быть голословными, давайте мы возьмем какое-нибудь произведение, простое, но достаточно известное, и посмотрим на примере, как звучит это произведение без исполнения интервалов, и когда мы добавляем определенные интервалы. Возьмем мелодию, тему из кинофильма «Крестный отец», и вот посмотрите, как она звучит, если просто играть без интервалов. Ну, давайте этот отрывочек возьмем, потому что для примера вполне достаточно будет. А теперь, смотрите, я добавлю интервалы, и в каких-то местах мы будем играть с вами секстой, в каких-то местах мы будем играть с вами малой терцей. И обратите внимание, как расширяется звучание. Вот, такое впечатление, как будто бы... Звучит вторая партия одновременно, но не такое впечатление, а так и есть. Теперь парочку упражнений, даже не парочку, я думаю, что где-то 4 упражнения будет, и чтобы вам легче было заниматься, я табулатуру прикреплю под этим видео, так что сможете зайти ко мне на сайт, скачать бесплатно эту табулатуру в PDF формате, и позаниматься спокойно дома. Возьмем с вами, давайте начнем с большой терции. Палец я, как правило, большой рекомендую класть или на 6-ю, или на 5-ю струну, для того, чтобы чувствовать опору. А здесь мы давайте будем играть пальцами и М в правой руке, указателем и средним пальцем. Здесь, соответственно, тоже указательные и средние пальцы ставим на первую, соответственно, струну указательную, и второй палец на вторую струну, на второй лад. И будем двигаться несколько ладов вперед и немножечко назад. Потом опять вперед и назад, и вот таким образом у нас будет звучать. Потом дальше. Здесь очень важно научиться, сейчас скажу, чистенько попадать одновременно двумя пальцами на обеих струнах на нужный лад, чтобы не было вот такого звучания, чтобы все чистенько было. Значит, первый вариант упражнений из этого комплекса – это когда вы играете большую терцию указателем и средним пальцем. Второй вариант – когда вы вместо второго пальца кладете третий палец, соответственно, на третий лад. И играете рисуночек тот же самый. Потом со второго лада. С третьего. С четвертого. Ну и так далее. То есть это можно продолжать бесконечно. И потом снова играете. Это первые два упражнения. И теперь давайте на стексту. Первый вариант мы возьмем практически то же самое, что мы играли первым и вторым пальцами. Только сейчас мы второй палец вместо второй стороны поставим на третью струну, на второй лад. И здесь в правой руке мы будем играть не указательным и средним. Не пальцами ИМ, а пальцами ИА или АИЭЙ. То есть первым и третьим пальцем, так скажем. Второй палец у нас пропускается, потому что вторая струна у нас не задействована. И мы играем. Ну и так далее. И потом последний вариант. Это когда мы играем вторым и третьим пальцами. И вот здесь у нас интересная позиция будет. Нам нужно на первом ладу поставить второй палец на третьей струне. А на первой струне третий палец. Здесь мы, так же как и в предыдущем упражнении, играем указательным и безымянным пальцами. Ну и так далее. Вот смотрите, если вы почувствовали, вот я пару раз с третьего лада опять начал играть, что-то вам не понравилось, лучше не продолжайте дальше. Начните опять с этого же лада играть, чтобы максимально чистенько у вас каждое звучание, каждый нот и звучание было максимально чистым. Вот. На этом я это видео хочу закончить. Если это видео действительно показалось вам полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, делитесь с друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего. Пока.